Атмосферу, поэтому я попрошу 10-15 минут этого не делать. Спасибо большое. Итак, у меня не будет никаких кейсов своих, и поэтому вопрос о том, кто я такой, чем мы занимаемся, я хотел бы очень быстро решить. Мы, как группа компаний, у нас есть разработки, диджитал-агентство и брендинг. Вот это наш офис, там растут зеленые цветочки, мы в очень хорошей, большой атмосфере все вместе работаем. Поэтому занимаемся этим очень давно, сделали очень много проектов, и речь на самом деле совсем пойдет вообще не об этом. Вот мои коллеги сегодняшнее всего выступление, как мне кажется, носили разные мысли, я за какие-то из них буду цепляться, потому что выступаю последним. Мне кажется, что бренд финансовая организация, и я даже в этом точно уверен, потому что продаю эту консультацию уже достаточно большим структурам, он формируется за счет деталей. То есть бренд банка формируется за счет продуктов услуг. Вот смотрите, как только мы начинаем разговаривать об восприятии того или иного банка. Мы сразу вспоминаем текущее сообщение, текущий продуктовый портфель, что недавно выехало на рынок, что было успешно, что неуспешно, как нам что-то сказали в отделении и что у нас случилось с Директор Банк. Мы сейчас ввязались в такую огромную бучу, я даже по-другому не могу сказать, с цен, которая, я надеюсь, очень хорошо повлияет на наш рынок финансовых продуктов. Чуть-чуть попозже я там расскажу в конце, наверное. Но основная проблематика, она выглядит следующим образом, что у нас доверия мало к финансовым инструментам. Проверяется это все очень просто. Просто вы все знаете, как ваши клиенты используют свои пластиковые карты. Как они их используют? Они идут, снимают кэш и дальше кэш тратят. То есть о массовой финансовой грамотности мы не говорим. Самое главное, вы не говорите. Потому что мы когда изучали коммуникацию по финансовой грамотности для населения, там очень мало, к сожалению, людей действительно делают то, что могли бы делать в этом плане. И сами же пожиная свои плоды. Ну, то есть... Ну, мне кажется, что делать в этом направлении надо гораздо больше. Всем будет лучше. Потому что вот такая связка, что нам нужно доверие, а доверие получается только через знание. Знаете, я очень люблю эту историю рассказывать. Знаете, почему русские не улыбаются никому? Вообще, почему русские считают не улучшенными людьми? Есть у них гипотеза какая-нибудь на эту тему? Потому что они считают, что улыбку нужно заслужить просто так, и никому не улыбаются. Все верно. Русские, они так устроены, что они максимально закрыты к неизвестному и максимально открыты к известному. Потому что вторая наша сторона, да, это мы же рубаха, ребята. Со всеми, кого знаем, мы вдруг раскрываемся настолько, насколько это даже никому не снилось. Поэтому вот это вот как бы знание, оно в вашей цепочке доверия очень важно. На него нужно обращать много внимания. И простота. Простота это... Знаете, классный слайд, кстати, неосновленность порождает недоверие. А вот эта женщина, так шутка в сторону, она недоумевает, как закроется этот ноутбук. Потому что если его сложить, то явно останется еще очень много места. Какая-то странная фотография, которая нашлась. Сделать проще, сделать сильнее. Это наш девиз вообще. Чем мы занимаемся в жизни, каждый день, приходя на работу, мы стараемся что-то упростить для того, чтобы сделать сильнее. Это вообще такой общий принцип брейнговой коммуникации. На самом деле для меня такая квинтэссенция собственной деятельности. Для меня... Кто сегодня присутствовал на первой секции и слышал разговор Райфайзенбанка с пользователем? Для меня вот этот разговор квинтэссенция того, что сейчас происходит на рынке. Приходит банк и говорит. Мы много думали, делали, работали. Мы изменились здесь, мы тут пошли поближе к потребителю. Мы сделали новый интерфейс, у нас цветовое кодирование новое. Вот здесь удобно. Потом стоит человек и говорит. Вы знаете, я пользовался, не очень удобно. Ты тогда же не нашел девиз. Нет, 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 даже дело не в этом. Он говорит. А вот Тинькофф... Он говорит. Да что вы, Тинькофф, Тинькофф вообще не банк. Он пивовар. Он пивовар. Дальше идут шутки по поводу его натуры. Куча всего дальше происходит. А на самом деле, моя точка зрения относительно рынка финансовых услуг, что большинству рынка не хватает способностей, сил и возможностей сосредоточиться. Потому что у меня много тоже карт, я всем пользуюсь, но я так смотрю, что у меня все переезжает на Тинькофф. Вот так вот мои финансы так тихо, мирно начинают переезжать к Тинькоффу. Потому что когда я зашел туда, я, знаете, как испытал такое облегчение, что, черт возьми, наконец-то мне не надо ничего выбирать. Мне предлагается готовый продукт. За меня кто-то. Вот я чувствую, что на той стороне кто-то подумал, что мне предложить. У меня, вот как... Вы из Альфа-банка, да? Вот Альфа-банк. Очень огромное количество возможностей, среди которых я начинаю плавать и путаться. То есть у меня есть... А вы знаете, вы можете так, но тогда здесь чуть-чуть потеряете. Вы можете здесь, но тогда вот тут как бы возможности не будет. Возможность предложить мне конкретный продукт, она в данном случае меня подкупает. Вы, как бы, банк для меня сосредоточился и предложили мне три конкретных продукта. Есть так, так, так. Не хотите, но не надо. Но внутри нашей продуктовой линейки не ломайте себе зря голову. По поводу банка в нашей повседневной жизни. Коллеги рассказывали про experience в торговых точках. Я этим занимаюсь тоже каждый день. И у нас мы делаем очень тоже сложный проект по experience-дизайну. И могу сказать, что experience... Есть user experience в точках, в которых вы приходите и обслуживаетесь. И в точке контакта там все понятно. Есть user experience с, так сказать, что инструментами, с которыми все гораздо сложнее. Я с этим работаю достаточно много. И поэтому вот, что хочу вам рассказать. Значит, по поводу сосредотачивания и по поводу того, что как бы с этим делать, как с этим работать, мой личный ответ, как сосредоточиться, правильнее. Значит, есть такая история use case. Кто вообще этот термин использует в повседневной жизни? Use case. Извините. Это примерно то же самое, что с цена использования. Это знает каждый разработчик мобильных производителей. Нет, это просто такой, знаешь, бенчмарк, который классно в свою жизнь перенести. Это знает любой стартапер, любой производитель какого-то электронного сервиса. Например, я придумываю... У меня приезжает друг, кто-то еще говорит, знаешь, я придумал классный сервис, мы все будем играть в шпионов. Значит, в сервисе много участников... Необходимые. Да, да. Все будем... Значит, например, ты не знаешь, где твоя девушка. Ты, значит, лежаешь в это положение, дашь кому-нибудь задание. Тот, кто рядом, ее фотографирует и тебе говорит. Я говорю, класс. А насколько... Дальше вопрос, который в данном случае человек задать. Насколько это часто use case? Насколько часто людям нужно будет это сделать? И насколько из вашей аудитории часто людям приходится это делать? Как они используют ту или иную услугу? Это как бы мысль, которая должна посещать вас в первую очередь. Отличать частое использование от редкого использования, удобное использование от неудобного использования. Это самое важное в работе вообще с опытом в принципе. Потому что если вы... Ну, вот мы работаем с организацией, через которые проходит огромный трафик, а будет проходить еще более огромный трафик. Ну, мы, если честно, любую инновацию, которую мы туда внедрим, колокольчик повесьте, запаха добавьте, или еще... Спасибо. Продолжение следует...